Итак, всем доброго дня, всем подписчикам моего канала. Как уже сказал, у меня уже отметили юбилей, тысячная подписка моего канала. Сейчас на данный момент уже тысяча почти сорок подписчиков. И я обещал, сюрприз будет. Не знаю, видео выкладывал или нет. Так что ждите отдельного ролика с сюрпризом. Так, кстати, сюрприз касается именно моих подписчиков. Сегодня я бы хотел затронуть тему, думаю, многим будет интересно, добывание золота из радиодеталей. Ну, конечно же, в советских, в частности, отечественных радиокомпонентах используют многочисленные благородные металлы. Это золото, плотина, палладий, серебро. Но, как мы знаем, золото привлекало человеческое внимание еще с незапамятных времен. То есть, основной резерв страны именно в виде золота. Богаче та страна, у которого есть золото. Нефть и все остальное – это лишь разновидности, которые можно превратить в золото. Также, как мы знаем, любая валюта, на сегодняшний день, конечно же, это уже не так, застраховано именно резервным золотом данной страны. Как же создать свой собственный золотой фонд? Самый простой вариант – это, конечно же, скупка радиокомпонентов, добыча золота. И, как бы, собираем, плавим золото, собираем и продаем. Таким образом, можно неплохо заработать. Конечно же, сегодня в нашей стране есть специализированные пункты приема радиодеталей позолоченных. Не только радиодеталей, также корпуса часов и так далее. Во всех этих компонентах содержится доля золота. Самый распространенный вариант, конечно же, добыча золота из отечественных радиодеталей. Почему именно отечественных? Ведь золото, конечно же, повсюду. В современной цифровой технике тоже применяется немалое количество золота. Тот же самый системный блок компьютера, из которого можно изъять 1 грамм нечистого золота, не очень высокой пробы, хочу сказать. Взамен с одного вот такого транзистора можно почти раздобыть то же самое количество золота, какое можно, допустим, снять из системного блока. Передо мной большой вертолёт КТ-920В. У них, конечно же, разные названия. Сегодня я бы хотел рассказать про основные компоненты, из которых можно раздобыть долю золота. А уже в дальнейших роликах я постараюсь заснять процесс, сам процесс изъятия золота. Ну ладно, перейдём дальше. Сейчас я отдалю чуток камеру, то есть, зон. И поговорим про основные категории драгметаллов, то есть, драгоценных компонентов, из которых можно снять золото. Во-первых, хочу сказать, что драгметаллы имеют некую классификацию, то есть, делятся на три большие группы. Это благородные драгметаллы, вот тот же самый транзистор. К числу благородных драгметаллов можно отнести вот такие позолоченные транзисторы, у которых золото вот на виду выставлено. Нужно лишь снять вот так эту крышечку, под ней тоже золото, и бросить в царскую водку. Дополнительных операций провести не нужно. К этой же группе относятся вот такие транзисторы. Это КТ-601, если я не ошибаюсь. Тоже нужно, разумеется, срезать крышку. Днище этого транзистора тоже полностью покрыто золотом. КТ-601А. Но, конечно же, не все КТ-601 позолоченные. Есть и в пластиковых корпусах. Тут нужно обратить внимание на дату производства. Второй месяц, 82-й год в моём случае. К первой группе также относятся вот такие транзисторы. Это 3102 есть тут. Всякие можно там найти, позолоченные. Это двухбазовый устаревший транзистор КТ-101-117, если не ошибаюсь. Здесь была маркировка. Сейчас мы посмотрим, что это за транзистор. КТ-203А. Чётко видна маркировка. Ну и другие транзисторы. Бывают с тремя выводами. Также бывают и полевые транзисторы, и биполярные. В общем, любые виды данных транзисторов. Можно отнести к числу первой группы. Хорошо. Также к первой группе относятся позолоченные контакты электромагнитных релей. Даже есть контакты, которые совсем незначительное количество чистого золота. То есть, сам контакт целиком сделан из золота. Дальше вот первая группа также. Я бы отнёс, конечно же, этот компонент к первой группе. Это семисегментный индикатор. Ну, применялось для меня, я в последнее время это только узнал, что в Советском Союзе были телевизоры с пультом дистанционного управления на инфракрасных диапазонах. Ну, вот этот индикатор снял оттуда же. Семисегментный обычный индикатор показывает, на каком канале сейчас, допустим, идёт передача. Видим, что выводы целиком позолоченные, только нужно снять пластиковую крышку и бросить, как уже сказал, в царскую водку. То есть, из указанного следует, что первая группа драгметаллов – это та группа, с которыми для изъятия золота не нужно провести дополнительные операции, или же эти операции сведены к минимуму. Вторая группа, кстати, я ещё насчёт первой группы не закончил, забыл сказать. Ну, я бы очень хотел заснять про эти компоненты отдельный ролик, но сейчас, думаю, по-быстрому познакомлю вас с ними. Что это? Наверное, все видели, ну, если кто-то знаком с электроникой, конечно, и, конечно, если нет, то скажу, что это палладий. Палладий относится к категории плотинообразных благородных металлов. На сегодняшний день 1 грамм палладия в российском рынке стоит порядка 850 рублей. То есть, два раза почти, ну, не два, ну, полтора раза дешевле, чем золото 99-й пробы. То есть, палладий, это, по сути, является драгметаллом и можно отнести к группе плотинообразных. Но она относится к этой группе. Если вот почистить эти конденсаторы, то 1 грамм, тут у меня в руках, не знаю сколько, по-моему, 2-3 грамма, стоит 860, если не ошибаюсь, рублей. Взамен червонное золото 99-й пробы стоит порядка 1600 рублей за 1 грамм в Центробанке России. Дальше эти детали я бы тоже предпочёл отнести к благородным радиодеталям. Третья группа радиокомпонентов – это вот такие транзисторы. Это КТ-916, 917, 914, 915 и так далее. Я сейчас, фокус пойдёт, и мы посмотрим, что у меня за транзистор в руках. Это у нас КТ... Ой, даже мне не видно. Плохо, в общем, видно. Сейчас попробуем с другими транзисторами. КУ-112, это Тиристор более, да? Сейчас посмотрим, я почему не знаю, насобирал. Просто на днях разобрал. КТ-940А. Посмотрим. Итак, с первого взгляда, вот если человек незнаком, ну, охотник за золотом, можно так и сказать. Ну, с первого взгляда, конечно же, приметы золотых покрытий на этом транзисторе не видны. Как же понять, содержит он частицу золота или же это просто пустышка? Ну, для этого просто берём обычные кусачки и вот так разломаем транзистор. Мне не жалко, поскольку вот такие транзисторы я уже давно не использую в своей практике. Пожалуйста. Видим золотое покрытие. То же самое на выводах. Насчёт количества золота в этих транзисторах, скажу, что с 1000 штук можно 2 грамма чисто снять. Ну, ещё хочу заметить один немаловажный фактор. Это вторая группа транзисторов. Вот эти большие, низкочастотные, средние мощности транзисторы. Вторая группа. То есть, очищать золотые позолоченные компоненты, выводы в частности, от пластика, довольно затруднительная процедура. Ну, если учесть, что третья группа вообще там грязные компоненты, то вторая группа более как бы чистая, да, с учётом третьей группы. Просто нужно большое количество времени, чтобы очистить все компоненты. Представьте, 1000 транзисторов за 2 грамма золота. Это нужно пару дней потрудиться, чтобы очистить всё. Ещё хотел такой немаловажный фактор учесть, что не во всех компонентах использовано золото 99-й пробой. То есть, допустим, с первого раза, когда вы растворили всё это дело в царской водке, там собрали крупинки золота, и хотите их переплавить, это ещё не полностью червонное золото. Червонным я называю, кстати, 99-ю пробу, но по сути 99-5-8 это тоже червонное. В общем, всё, что выше 900-й пробы, это червонное золото. Итак, вам для того, чтобы получить чистую пробу 99, нужно полученное золото ещё раз растворить в царской водке. И с каждым разом у вас золото будет всё чище, но вес золота, соответственно, разумеется, уменьшается. Так, насчёт третьей группы. Третья группа – это нечистые компоненты, то есть, более грязные компоненты. Вот в моих руках такая вот интегральная микросхема. Я, если честно, не специалист в области телепередачи и телевизионных приёмников, поэтому, если честно, не знаю, за что отвечает. Думаю, за цвета, образование трёх цветов. Не знаю, в общем, за что эта микросхема именно отвечает. Передо мной К174Х16, интегральная микросхема. Видим сразу сбоку позолоченные выводы. Но большая часть драгметалла, то есть, того же золота, находится под этим корпусом пластиковым. Сейчас я попытаюсь довольно тяжело его разломать. Не знаю, если получится. О, разломал. Разломал, но половина у меня отлетела. Вот уже чётко видим блестящие частицы, то есть, тоже золото, что оно содержится в этой микросхеме. Вам всего лишь нужно огромное количество времени, чтобы разломать. К тому же, микросхема содержит многочисленное количество выводов, которые в процессе чистки разлетаются и так далее. В общем, иногда некоторые люди, которые занимаются этим вот именно делом, то есть, в частности, изъятием золота из радиокомпонентов, отказываются принимать такие вот компоненты. Маломощные транзисторы, я не знаю даже, что за маркировка тут. Ну, в общем, все советские транзисторы вот этого стандарта, сейчас подержим далеко, чтобы фокус пошёл. Все вот компоненты, транзисторы такого типа, в себе содержат золото. Золото, в частности, спрятано у них под пластиком, опять же. Сейчас я попытаюсь... У меня очень-очень неаккуратно получилось, половина контактов слетели. Сейчас попытаюсь вам показать, что тут можно найти. Но, если честно, доля золота тут, конечно же, невысокая, но тут содержится, опять же, золото. Видим, на краях золотое покрытие. Ой, как некачественно я всё это дело разломал. Сейчас попытаюсь как-то вам показать. Вот. Это тоже относится к категории третьей группы. Где ещё же можно раздобыть золото? На самом деле, всё, что вы видите, содержит в себе долю золота. Вот тот же блок телевизионный, не знаю, это, по сути, высокочастотный какой-то блок. Как уже сказал, в этом я не специалист. Поэтому пытаюсь всё вот так пояснять. Вот такая платка знакома все, наверное. Видим, тут транзистор. Митер-коллектор базы. Тут ещё должен быть такой транзистор. Наверное, я снял этот транзистор. Вот у нас тут один стоит и микросхема, которая в себе тоже содержит золото. Под корпусом, как уже сказал, золото не всегда на виду. Учитывайте всегда это. Все активные компоненты, то есть транзисторы, варикапы и так далее, содержат в себе микросхемы тоже. Содержат в себе золото. Сейчас я попытаюсь разломать этот транзистор. Кстати, он довольно пригодный. Это СВЧ на самом деле. Транзистор можно использовать в радиожучках. Смотрите. Золото сразу стало на виду. Вот компонент, позолоченный вывод. Дальше. Что дальше у нас? Дальше вот антенные блоки. К сожалению, не очень будет видно, но я попытаюсь всё-таки показать всё, что можно. Варикапы. Их в этом блоке огромное количество, но и во всех блоках варикапов много. Сейчас я разломаю один из варикапов. Ой. Варикапы на самом деле, если вы прям охотник за золотом, то, конечно же, обтирать весь телевизор можно. То есть, снять там любой компонент, который содержит. Сейчас я попытаюсь, как это возможно, показать вам. Вот тут видим блестящий вывод. Чётко видно. Да, я вижу. Сфокусировалась хорошо камера. Вот. Блестящий у нас вывод. Этот. Это та часть золота, которая содержит варикап. Кстати, тут, не знаю, либо анодный, либо катодный вывод, но в варикап оба вывода позолочены. Я попытаюсь. Ещё раз тут. Ну ладно, не будем мелочиться. В общем, золото в варикапах есть, но довольно трудно его снять. Вот анодка, тот. Или наоборот, не знаю. В варикапах тоже содержится. Кстати, вот тут тоже имеются высокочастотные транзисторы. Третья категория. Если учесть точки зрения добычи золота. Вот раз, вот два. И, конечно же, куча варикапов, которые в себя содержат золото. Также, кстати, серебро имеется вот в этих конденсаторах подстроечных. Там, правда, ничтожная доля. Ну, собственно, и всё. Насчёт того, что добыча серебра, я уже пояснял, как раздобыть простейшим образом серебро. Должен заметить, что вот такие вот транзисторы типа КТ-315 тоже состоят, содержат в себе драгметаллы. Но, конечно же, их незначительная доля, в частности, серебра. Также насчёт контактов. Все контакты, исключительно все. Если вот сейчас многие могут мне не поверить, но исключительно все контакты советских компонентов, от конденсаторов, варикапов до резисторов, содержат долю серебра. То есть, они покрывались серебром. Поэтому, если вот вы, радиолюбитель, встречали там старые довольно отечественные компоненты, вы можете видеть, что там на выводах образовалась своего рода чёрная коррозия. Это именно оксид серебра в взаимодействии с кислородом пошёл процесс оксидации. Ну, в дальнейшем я, конечно, постараюсь, насколько это возможно, заснять видеоролик, где мы с вами будем добывать золото из радиодеталей. Кстати, в качестве подопытных радиокомпонентов я буду использовать радиокомпоненты 1-й и 2-й группы. Почему фокус не пойдёт? Интересно. Будем использовать радиокомпоненты 1-й и 2-й группы. Ну, те радиокомпоненты... Нет, фокус почему-то не идёт. Ну, ладно, бог с ним. Из этих компонентов мы с вами попытаемся раздобыть золото. Именно из тех, которые вот сейчас у меня на столе. Это первая группа и вторая группа. Ну, не знаю, сколько с них можно снять. На глаз вот полтора грамма, наверное, да? Большая доля, конечно же, вот в этих вертолётиках. Я жду фокуса, но почему-то его нет. Ну... Ну... Ну...